Музыка 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 до третьего класса училась, больше моих тут одноклассников было. Ну приятно со всеми было увидеться, познакомиться с кем-то, с кого-то, с кого-то, да, ну давайте. Знали, наверное, ходили немного, только сейчас, не помню. Конечно. Нет, я даже не знала, что столько много у нас нюки-чаурсов тут живут, надо было только Валера, Лариса, Оля, да, Оля и Илья, оказывается у нас так много, хорошо, надо чаще встречаться. Очень много, даже, это еще частичка. Так, Наташ, поднимите, следующее будет, кто Оле говорит? Я вообще не знаю. Следующее, кто Оле будет говорить? Да, ну давайте, за то, чтобы чаще встречаться. Чаще встречаться. Можно терять связи. Про себя-то мало. Дед и дед? Вот. Валера, сын, взрослый уже, сейчас в Польше находится, собирается туда уезжать и жить с ней. Ага. Все, муж. 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 Слушайте, как можно? Как приложение, Женечка. Я на пенсии. Сейчас на заслуженном на музыке. А сестра и братья? Да. А сестра я сказала. Она все года младше. А сейчас дадут. Давайте слою губоку выпьем. Так. Товарищи, до последнего. До порога, когда очередь не дойдет. Давайте через трех. Через трех. Это нормально. Я не знаю, что вы будете сидеть уже. Да, да, да. Это будет отколзать. Первое море. Первое море. Первое море, да. Подкладывайте. Так, давайте в следующий. Да, не обязательно. Спасибо. Так, следующий говорим, что? Следующий. Ой, а я даже... В девичестве Оля Жижина жила в Соцболгарии. Дом 41, квартира 19. Уехала из Тангичаура в 70-м году. Нечаянно родители повезли как бы в отпуск. Приехали в Шую. Там бабушка на дыбы встала, нашла обмен. И мы первые вот из всех вот, да? Да. Мы сменялись вот в город Шую. Дружили Дурандины, Романовы, Сидоровы, Голубевы. Вот и мы, Абрамовы. Вот еще там были. Это вот самые вот через горы на море. Мы дети вот такие вот в одном месте. Чумазые ключ на шее, да и чтоб теряешь босиком. Точно, точно. Слопушки делали, не мне вам рассказывать. Чуть ли не с крыши кидали. Секретики делали. Точно. Это мы делали. Это я все прошла. Вытаскивали какие-то на улице коврики, там пувыркали. Да. Круги крутили. Наши дети этого не делали. Одеяло стирали. Все вместе, да-да-да. Делали. Сушили. Все это было. Точно, точно. На колонке посуду мыли. Сшили все тоже это помогание. На колонке песком посуду мыли. Кастрюли чистили. Частично себе. За замужем уже треснешь. За замужем. Вот я уже. Ладно, два сына, одного. Как шашлыком запахла. Не-не-не. По секрету мне сказали. Сегодня. Вчера, вчера вот это и радостные вещи узнала. Вот. Все. Собираюсь на пенсию. Работаю. Конструктор. Технок. Швейн. Президент. Давай, Наташа, про себя шли. Все, что есть хорошо. Училась, женилась, замужем. Уйдет на пенсию, будет зарабатывать. Да-да-да-да-да-да-да. Как раз выше над строителем нашего поселка. Да-да-да-да-да-да. Не нужно чего-то перевести. Так. Следующая. Ну, я не знаю даже. Ну, я не знаю даже. Наши классы. Учителя самые любимые наши. И Наталья Никитична. Да. Руслан Сергеевич, Валерий Сергеевич и Владимир Сергеевич. Три брата их было. Наши заучи, Елена Константиновна или Николаевна, не помню. По-моему, Константиновна. А Георгий Шханович тоже был заучим у нас в последнее время, как я училась. Нина Константиновна, это по-русскому языку, а там была Лидия Константиновна. Ну, Ромес Агбасович был по-моему иностранному языку. Много, конечно. Мы, конечно, когда расставались, мы своему классу, одноклассники, и учителям говорили, что через пять лет мы обязательно встретимся. Но так мы и не получилось. Все уехали, не знаете по какой причине. В 86-м году я приехала в город Иваново, училась на портной верхней женской одежды. Мама у меня сама с города Фурманово, ранее город Середа, из деревни Морозово. У мамы жили они, ну, у мамы и папы меня не стало. Но вот за это время, пока до этой встречи, за три дня, за четыре, через одного любимого моего человечка, который уже недавно узнался по интернету, нашла я своего родного брата. Самого старшего мы никогда не виделись. Это признак какой-то... Да, признак вообще. Да. Вот по интернету разговаривали, ну, копия мама. Мы оба разрыдались, не скрывая своих слез. Радости. Да. Ну, как бы все так... Так это хороший... Нет, ты скажи, что ты сейчас работаешь в пищепроме. Ну, сейчас... 22 года я отработала на предприятии текстильной фабрики, как и мама, в прядельном производстве. Фабрика банкрот. Сейчас работаю. Где придется? Главное, брату нашла. А это здорово. Это здорово. Где брат сейчас живет? Не, ну, почему где придется? Скажи, работаю в столовой. Это же не придется. Да, брат в Менгичауре живет? Да. Да. Мы к нему пойдем. Сейчас в Менгичауре живет. Мы к нему пойдем. Вечер. А брат оказывается, у брата четыре семена. Два живут в Азербайджане, а два в Новосибирске. Да. И вот он сейчас в данный момент находится в Новосибирске. 51 год ему будет в сентябре. Надо ехать. Так вот. Надо ехать. Вы что, так просто думаете, туда поехала? У нас там паспорта есть. А у кого есть? А у кого нет? Нет, так и нет. Что сделать не было? Да. Сейчас не было. Девочки, теперь вот после этого давайте выпьем. И потом начнем с того конца, чтобы до меня до последнего. Нет, нет, нет. Я последняя, Саша. Почему ты последняя? Потому что... Потому что когда до чего дело дойдет, все. Не переживай, Люка. Привилегий никого не будет. Когда я начну рассказывать, вы все будете молчать и все будете слушать. Да, так что пошли не сказать с той стороны. Никитична. А есть куда? Вылет? Да, не знаю. В прошлом году сказали. Встреча у них была. Вот тут с нами же тут будет сейчас. А как вы тебя снимали? Не знаю. Тут не было. А вот там просто перемены. Не меня же сейчас. Сейчас выпиваем. Сейчас выпиваем и пойдем вот так. Нет. По кругу. Против круга нельзя. Давайте. Давайте. Хорошо. Марина. Фамилия Евича Васильева. Тиши. 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 В арминге Чеорик, проспект Ленин и дом 74, дробь 1. Около Севиля. Да, ты где жила? Я жила на улице Лермантово, 7. За школой 14-я прямо, ну, сзади. В длинном доме. В длинном, да. Уехала после 8-го класса. Здесь закончила школу. А, здесь заканчивала. И бросила. И ушла учиться на швей. Молодцы. В школе Севиля. Нет. В 14-й. В 14-й. В 14-й. В 14-й. Сзади 14-й улица Лермонтово. А, когда я уезжала. У нас было... Что? Учили с первой школы. И сразу селение после дороги. Что? Ну, это я в начальных классах. Я в первой школе, а потом в 14-й переезжала. Да, да. Все так. Да, все так. Все. Ага. Здесь, значит, две дочери взрослые. Обе замужем. О, и внуков. Ну, дочка и внук. Отлично. Да. Все отлично. Все. Работаю в дживу. Работаешь в дыке. Шью. Швеей. Так же у молодец. Все Ивановы, да? Все швеи. Все швеи. Я ей сказал, привет, портниха. Так она на меня обидела. Так. Я тебе не портниха. Ты как у меня. Так. У меня швея. Я швея. А портниха, кстати, очень почетная. Но разные специальности. Да. Портниха, это которая сама и закройщик и все. Нет. Портниха, это портной. Швея. Это швея. Швея. Швея, это портной. Она просто и прочее все не дает. А портной он делает все индивидуально. Полностью все. Она мне сказала, что портной парки шьет. Я обидела. Швея. 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 Да. Самая твердная, мужская одежда. И детская. А я, знаете, ее наоборот хорошо обидела. Да. И детская. Она обидела. Так, дальше. Я ей долго уговариваю, чтобы помирилась. Дальше говорим. Дальше, дальше, дальше. Слушаем, слушаем. Слушаем следующее. Все. Да. Это представитель двух братьев. Трех. 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 Он сейчас сам скажет. Нет, он сейчас будет выступать за своего брата Юрку. А за двоих он сейчас выступает. Потому что он попросил меня по телефону, сказал, за меня выступит вот его брат. Так. Жемчужий. Итак. В общем. Фамилия наших жемчужников. Я Алексей Валентинович, младший брат Юрия. То есть, учился он, скорее всего, в Америке. Потому что мы немного помладше по возрасту. Приехать он сам пока не смог. Ну, так получилось. Проживали мы в Мегичауре. Учились там же, естественно, в 14-й школе. Жили на текстильщиках. 51-й дом. Угловой как раз соц. В Волгарии. В 84-м я уехал оттуда, с Мегичауром, по окончанию школы. Ну, потом учебный институт. Потом сюда, после вот всех событий, которые происходили там. То есть, мне пришлось в 2000 году перевозить мать сюда. Но я их захотел сюда, на родину. Вот в первом году я приобрел дом здесь. И, то есть, перевез ее сюда. Ну, с того времени здесь. А так, вроде все, как обычно. Дети, внуки, правники. Да что, родники и внуков нет. Догонять, догонять надо. Дети, внуки правники. Этих пока нет. Так, вроде все основное. Так. Тунцев Александр Николаевич, я по-военному, Тунцев Александр Николаевич, 1761-го года, ну ладно, не бойся, родился в Фурмановой Евангелии, ну я там долго не жил, мои родители не ехали, а вот с 1862-го года они там проживали, я с ними, ездил, учился в училище здесь, в Волговесе. В Фурманске 3 года учился в Костромской области, ну фурманы у меня здесь родственники, тетки жили сейчас, она двоюрода живет, вот, в Смирнове в одном доме жили, их было 3 сестры, не сейчас есть, 3 сестры, один брат, в первой школе учился, как многие здесь, Нина Андреевна, Валера тоже учила, потом у них там было, она к нам пришла, потом в общежитии жил в этом, в Бомбее, в Голотре Матангеле. Бомбей, да-да-да, вспоминали, да? Бомбей, да-да-да, вот, в следующий год уже стекло-локнулся, ой, пожар. Бомбей, да-да-да, вот, уже не был там, бомбей, да-да-да. Бомбей, да-да-да. Если кто знает, раньше, где был техникум сейчас, да-да, раньше был общежитие, между ними. Да, вот в этом общежитии мы жили полгода с родителями, я маленьким. Нет, мы два года там, вот, в этом общежитии. Там был общежитие, потом? Не раз, не раз. А потом стал техникум. А потом стал техникум. Техникум-пойчик. Да, квартиру получили мы. Нет, нет. Вот, общежитие... вот баня, после бани идет техника. И вот это был общежитие, мы жили там, пока вот маму дали там. Сейчас еще учредитель дождался. Квартиру получили возле 14-й школы, это самый близкий дом. Я на 20-минутку выходил, домой кушал. Потому что провязал там 20-30 метров. Это в поле стоял какой-то? Да не в поле. Перед школой? Прямо перед школой. Да, в 41-м другом, мы перед две сестры, там Лана Амельченко. Лана Амельченко, помните, там был дядя, дядя Амельченко, был у нее отец. Булана Амельченко, да? Да, Амельченко, потому что она сейчас там живет. Я с ней переписываюсь иногда, там все. Там много сейчас, там Татьяна Терпелова живет, там еще много людей есть, которые... Мы вместе с ними жили, они сейчас там там учился. Ну, я говорю, в первой школе начинал, потом в 14-й. Все, вся школа меня знала, самый хулиганистый был, самый такой, все. Даже в интернете выходят, все меня помнят, я половину не помню, а меня все помнят. И со всех классов, и везде, и со всеми моими друзьями, товарищами. Ну, с другой стороны, это хулиганство было, как, я сейчас думаю, ну, каждый бы так себя вел, грубо говоря, не сильно хулиганство. Ну, просто в школу не ходил, прогулок, ну, товарищ, мне все. Родители приглашала, им уже надоело ходить, у меня порфири сегодня взбирал. Вот, ну, а что делать? Молодые были, бегали, прыгали, по подвалу лазили. С рогаток воробьев стреляли, жарили, кушали. Ну, так. Жарили, кушали. Ниже, мы уже давно здесь сидим. Голубей, я знаю, что я жаль не слышала, да. Через горы ходили, на пляж, не на пляж, на бухте там. Любят, да? Там дороги не было, плохая была. Сами просто обратили. Все ходили пешком, и тут походы. Куда смотрели, даже падали здесь, которые вот так кулакали. Куда смотрели, мне понравилось. Вот, на пол, там, у нас с Валерой мы играли, у нас в отель, там вроде бы ездили. Кобильки были, там, там, фотографии есть в интернет. Потом пошел в армию, там, с сверхсрочником, то есть, в 88-м году я сверхсрочником пошел. Четыре года подослужил, когда там были вот эти всякие покосовки, вот это все барабах-барабах. Вот, последние армяне, которые там жили, начали выгонять, они все к нам в части, там, 3000 человек их собралось. Они у нас все там, а что делать, там, сухпай, там, все-все-все-все-все-все, в полевой кухне вытащили. И у нас в казарму уже есть, там, в палатках. Но их же, по-моему, вывозили, да? Все, и все попереели, да, все. Я встретил там армянку одну. Вы сейчас скажете, ой, а как она туда попала? Это Елена Юрьевна была. Ее тоже выхали, да. Я как-то еще поговорил, когда она приехала в Киеве, в Киеве, в Киеве, она у нас классно руководителя была. Мы даже ей какой-то подарок делали, когда она замуж вот так делала. Потом она приехала туда, в Россию, поменяла себе фамилию, взяла себе свою фамилию, я уж как... Равинская. Равинская. Вот, поменяла обратно, приехала туда, опять в школе там все, потом начал падать в союз, все разъехались. Я не знаю, она мне так, не вышла на меня по телефону, я ей позвонил, попал на это вам. Шан, я же как-то... Георгий Шанович. Я говорю, она же моя соседа, передайте ей, что звонил Антонцеву Александру. Она, чтобы его родить, вот, отлежала. Пусть она мне не приводит, когда у нее время будет, до скорого, они позвонили. Средним хвалом не сказал, на сливок. Да. До 92-го года мы распад за ее закон, там, с семьей. Родился, кроме детей, четверо внуков. Распад Союза, в 19-м году, появился Владимир Шоповский, врач. Вот, 21 год, там прослужил, последние 5 лет в Туле стоял. Там тоже у нас есть, надо съездить, тоже повстречаться, там собрать все, собирались 2-3 года, пока организовывал. Все у Фурманова, у Ванова мы здесь в прошлом году были. И в этом все. Надо же, когда мы смотрим серебряные. Я сам. Жил в Киргаче, получил квартиру, как военнослужащим ударили. Ну, предложили его в жерельях, в Московской области. Это рядом с Каширой. Вот как живем там, ну, вроде нормально, 100 квадратных метров, хороших. Дом новый, все-все-все, работаю. То есть, в Росковской работаю, военизирую охрану. Обменяем железнодорожные составы, поэтаж, сопровождаются. Приехал сюда. Может, здесь только на этот состав. Ну, все вроде бы рассказал. Что вам еще интересует, могу еще рассказать. Вопросы вписать? За вопрос... Не, вопросы потом уже каждый, кто будет друг с другом общаться. Я отвечаю, если даже на вопросы, на сомнете там встретимся. Мне разницы нет на какие вопросы. У меня нет такого. На этот вопрос я не могу ответить, на этот могу. Я отвечаю на все вопросы от души и все. Мне скрывать ни от кого нечего. Что мне скрывать, если все в жизни не встречается и все. Это раньше было пи-пи-ка. Дальше. Передаю слово своей однокласснице, Своей, сколько мы с ней там получились, все. Так же, как с Марин. Оленьки, которая была подруга, Оля Дураннина, Которые жили на подруге друг друга, Переписывали... Все, Армия, за меня и рассказывали. Переписывали. Вот мне просто один шриф. У них... У нее ролик стоял на балконе. И у Дураннина ролик. Это не записочки. Ну, уроки, уроки. Так, точно. Вот, передаю слово. Перейдите, как вы так же делали. Да, да, да. 10 метров 5 метров. А помните, конечно, добавил, Которые на кодик, выявили... Вот они, квартиру в квартиру. Которые уроки. А потом мы у них все это переписывали. Списывали, да. Быстро на перемен. Да, 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 да. Это точно. Я уехала из Медичура после 7 класса. Один год только проучилась в 14-й школе. Родители переехали сюда и я. Так что 3 последних года ребята учились уже без меня. Лываново закончилось здесь. Ивановский государственный университет. И после окончания в туризме. Так что милости просто. Всю жизнь. Да. Да, уже почти вот сколько было. Уже 30 лет. А здесь много турфирм. В какой? Где? В Виола Тур. Нам уже 20 лет в этом году. А где это находится? Виола Тур. Сейчас мы адрес поменяли. Красногвардейская. 3 сзади торгового центра Петровский. Ага. Так что 20 лет. Вот. Директорствуем там. Поэтому. Вот. У нас среди туризма. Работников туризма будет такая пословица. Туризма можно заболеть, но вылечиться невозможно. Да. Да. Поэтому были возможности после университета и в школу пойти. Я из факта закончила. Ну вот так вот случилось, что сразу же после института, университета, вернее, работала 6 лет экскурсоводом по золотому кольцу. Вот. А потом уже вот как бы самостоятельно в турфирме. Я, наверное, среди вас самая мама молодая. У меня ребенку 10 лет. Спасибо. Один в детстве. Да. У кого-то внуки такие, а у меня вот ребенчик. Вот такой долгожданный. Поздравляю. Да. Так что вы тут про внуков 10-летних, а мы про мальчика моего единственного и любимого. Так что вот работаем, живем. Очень хорошо, что вот встречаемся сейчас. Рада всех прям безумно видеть. И вот в Лермонтово это вообще вот жалко, что Лена Денисенкова не у всех в одноклассниках. Она трубу трубила еще с января месяца, приглашала, да, не считала, молодец. Она эти три дня, кто три там был дня, кто четыре дня. Вот Оля со мной ездила, же жена, вот туда. Здорово было. Леночка нас в Пятигорск возила и в Кисловодск возила. И вообще просто не могли друг от друга отлипнуть. Прям вот как прилипли в первый день 13 июля, так и отлипли еле-еле в 16. И все сидели, было верю. Да, да, то есть днями и ночами только общались, вспоминали там, я не знаю, и плакали, и радовались. И такие подробности, это вообще там было что-то. Ну там мы встречались с моим плавом. Ну вот вся моя жизнь. Тередолю слово Саше. Так, одно это, вот там есть фотография такая, не подумайте, что я с Денисенко там расписываюсь. Я у них свидетелем был. Саша Важновым, да, да. Она с Важновым женилась. Я у него был свидетелем, но получилось так, она тут стоит, а я расписываюсь раньше. Свидетелем расписываюсь. И мне, естественно, спрашивают, ты что с ней? Можешь, я говорю, да нет, думаю мне другого. Вот, там просто такая фотография, он держит его гулять, у меня даже она есть. Мне пока некогда, я успею. И сейчас не нужно никакие свидетели, сейчас пошел, расписался. Время другое. Саша Важнов уже сказали, умер уже. Умер, да. Умер. Но они не жили уже сколько-то. Ну да, да. Но девочка с татуей очень похожа, да? Да. Девочка тоже похожа. Денисенко она такая была, детская такая была. Даже этот приезжал у нас, как его, в Пашонку. С Франции приезжал туда. А когда вы встречались в Панапе? Да, в Панапе, вот. Они идут, мы идем с ним, вернее, я с ними так стою. Он идет, ха-ха, Денисенко, который все. Сразу. Сразу узнал, что она какая была, малочка такая. Ясно. Давай, Саша. Давай, Саша, ты. Тарас Алисандр Николаевич. Родился в 61-м году. Как и все. Матерпожа мы переехали в 63-м. Мы жили в Альбее. Ну да, да. И через год родители получили квартиру. Натистильщиков всем. Потом Хатаи эта улица была. Да, да, да. Сейчас какого-то Шаха, но я тоже не в Крахе. Шаха с моей Хатаи, это она и так же не в Крахе. Алисандр Николаевич по-другому назвали. Учился месяц. А это Соли, 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 Соли. Вообще переменовались всегда. Потом это 14-й, и еще не в Крахе. Да, и уже не соцболгарию, как уж по-другому хоть. Уже не соцболгарию. Обязательная карта сидит. Да ладно, мы с Денисом уже нашли. Уже назвали. Мы еще Хатаи застали. Вот выезжали, мы уже с Хатаи. С Торновой сидели, с Торновой Верой. И вот Азиана была. Вот Вера была. Я вот это не помню, что он только сидел. Я на последней парте еще не сидел. У меня вообще-то третья парта была. Но я сюда сидел на последней, на Камчатке. Давай дальше. Давай дальше. До восьмого класса я получился, до 76-го года. Потом поехал в Николаев. Мы с тобой с вами разы не доехали. В Николаеве три года получился. Получил специальность. Слесарь. Потом в Азербайджан приехал. Пять лет на проработанной изолитикой. На локоварке. И все-таки мне надоело там. Решил что-то сделать. Не долго думая, собрал чемодан и поехал. И знаете, что интересно. Попал в Рыбинск. Сейчас я в Рыбинске живу. Угу. Никого знаком, никого ничего. Я три дня жил как бомж на улице. Меня просто проверяли систему. Ну, первый отдел. Проверили. Потом спрашивали, где ты живешь? Нигде. И сразу же место дают. И сразу же койку. И через три дня прихожу на работу. Устроился. И вот уже 30 лет работаю я в Рыбинске. На Сатурне. Самолеты все. Ну, да. Для самолета делаем бешки. И вы знаете, ребята. Вот я, вот как уехал с Азербайджана. С 90-го года. Ни одного человека не встречался в Менькишеву. Ни одного. В Рыбинске. В Рыбинске. Да, сейчас Баку. А в Менькишеву. Я мимо твоего дома проезжал сколько раз. Да, надо было помахать. Недавно-то не было. Да, 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 точно. И вот только, когда уже... Да, да. Если не сказать, ну, в Менькишеву интернет. Как ты это шевал? Пошел. Все, друг за другом. Каждый, можно сказать, каждую неделю. Кого-то он и ходил для друзей. Кто-то знакомый. Кто-то это. А сейчас вот эти встречи пошли. Тем более все поваливаются. У нас здесь все избакуны. Благодаря тому, что распался Советский Союз, мы начали встречаться. Если в Советский Союз не распался, никогда бы мы не встречались. Ни одноклассники, ни никто. Нет, мы жили бы на... А мы бы жили там. Я знаю, что... Да, никто бы никуда и не двигался. Мы бы не поехали. И вот что я хотел сказать. Вот те ребята, которые вот в Азербайджане жили, ну, так сказать, они с разных республик были, с разных национальностей. У нас совсем другие отношения. Да. И даже сейчас они сохранились от таких. У нас у всех и менталитет. Тут всегда одно и уважаемое идут. Как заложили. А то, что сейчас вот, это вообще абсолютно. Да наши дети уже другие. Они здесь выросли. А тем более, что сейчас на грунт, вроде, это... И так резко все это меняется, вроде бы, да. Вроде бы время идет, но вот так вот подглянуться, посмотреть... Это они вообще не понимают. Все, чего мы могли встречаться. Они вообще им не понять. Нет, просто мы други люди, другой нас. Да, да, да. Мы просто с ним не участвовали. Да, да, да. Своя коалиция, не участвовали. И вот смотрите, жили в другой... Вы, в общем-то, в другой стране жили, да. И как нам вот это все заложили, да. Какие русские, армяне, украинцы, мокроваты, все. И раз мы там делились, мы в классе, интернациональные были. Да. Азербайджанцы, азербайджанцы, русские, вообще даже мысли не было. Там кого-то поделить и кого-то там обидеть. Была наша родина, Советский Союз. Да, да, да. Вообще и дружились, и любились, и общались, там, и отношения. А с Карабахом все началось. Первый, по-моему, с Карабахом. Как раз в 86-м году я как раз... Мы ездили целый автобус, у нас было и боксеры, и волейболисты. Мальчишчая группа и нас с 14-й школы и 11-й школы волейболисты. В 86-м году мы ехали на 9-ю республиканские соревнования, вот эти, между республик было. Мы тогда выиграли 3-е место, даже со сборной играли. 6-й, 7-й, 8-й класс наша группа была. Скажи, куда вы ездили? Ездили в город Карабах. И гостиница называлась Карабах. И кормили нас столовой вот именно этой гостиницы Карабах. На госталоны. А потом как уехали, и началось? И вот это началось. Я через год приезжаю, там уже, конечно, меня встречал дядя. На каждом посту он отстегивал уже. Он встретил меня. У нас уже был комендантский час, чрезвычайное положение. Потому что у тебя фамилия какое было? Фамилия моя была Девичья Войнова. После 8-го класса я сменила фамилию. У меня отец удочерил, он меня все это время воспитывал. По-моему, с двух лет мама с ним сошлась. И братик с сестренкой есть. Вот, ну, как бы от него. И я от него, как бы, получается. Какое? Сейчас у меня фамилия Енисома. Ну, а почему Войнова? Девичья мамина. Я знаю, что Мама, моя мама с твоей Мамой, ты прекрасно. Ну, у нее и было Войнова фамилия. Ну, а потом растыл. Сейчас у тебя в паспорте написано Енисома. 32-го года мама отработала на текстилке. Вы с твоей Мамой, я знаю. Да, они знали себя. Тебя знают, если я помню, я уже спрашиваю. И тетя Маша Романова тоже. Растынка. Но она моей тетей стала, потому что у меня брат, папа, вот, который у дочери у меня, и у тети Маши муж были, мой папа и ее. Потом же у нас сошлись. Да. В вашем доме жили, в последнем подъезде, где бабаяны жили. Там у нее еще дочка была, Рюба. Да, у нее после второй... На второй день свадьбы она умерла. Нет. На второй день она свадьбу не сошла. Нет, она с мужем там жили долго, мы на полу ездили, отдыхали, все, но потом... Я в армию пошел, она умерла. Когда я в армию, я вошусь в втором году. Так, дальше, давайте, а то дальше очередь дойдет. Да, Валяр, так, ты все рассказал, да? Нет, не все, не все рассказал, а о семье. Песни, да, о семье, семья какая у тебя. Все, давай говорим. Люди говорят то, что им только сказали. Вот мы говорим, что... Давай, давай, Юра. Не все сказали, ребята. Да, ладно, дальше. А что ты не сказала, что мы песни пели? Ты в лес? Ну, люди хотят, ну, говорим. Давай, Валер, дальше. Можно я, я секретный космонавт? Говорю. Агент СРОВ. Секретный космонавт? Да. С порванными связками космонавтов не бывает. Так, это... Ну, я, хочется, Валер Владимирович. Я, наверное, вас всех старше здесь. Может быть. Да ладно. Следом я буду. Потому что, да, я учился, начинал в первой школе, когда первую школу открыли. Потом перешел в шестую школу, потом пришел в первую школу. В тринадцатую. В тринадцатую школу, да. Ну, а я, между прочим, 20 человек, потому что у меня жена с четырнадцатой школы. Да-да-да, точно. Да. Да. Нет, ну, очень редко, да, пару, вот, в Мигичиуру, там, в Кубаро, в Дилисской области. Да. Да. Вообще очень... Родился я в Тенишке, в Тенишке, в Ивановской области. Всю жизнь, три года мы приехали в Мигичиуру. Саша, я не мог в школу. А как он сказал, что он в Калатке работал, я сразу вспомнил, потому что я двадцать четыре года работал в Газалике. Ты с тоже работал? Да, с вас очень нравится. Монтажник, он знает, что делать. Вот видишь, как хорошо. Зальвание, ладно, вот это дело. Сейчас еще чуть-чуть. Но он был худой и высокий. Да, он большой был, да, высокий. В Мигичи, милый, когда-то был худой и высокий, а в этом что-то так смыслился, как жарить. Я думаю, что я его... В общем, вот так же, наверное, не последний, но я был, но из Мигичиева, в 96-м году, это мы с женой, наверное, как я слышу, последний мой. Нет, там еще, кто Газратово вспомнил. Газратово, я что? Я. Нет, это ты, понятно. Они тоже поздно. Люба Кличникова, да? Да. Замужем за ним, да? Да, да. Да, да. Поселок Менгичаев. Поселок Менгичаев. Новый поселок Менгичаев. Разно вам лучше сказать. Он приезжает редко на праздники, на выходные. Это очень опасно. За столько лет, с 96-го года. Уже не опасно, да? Уже не опасно. Уже не опасно, да. Уже не грозит кулки. Кулки, где бы не был, все равно домой приедет, да? Тем более, рядом с ним живет сын. А это, когда все равно не дочка, сын. Не дочка тоже. Дочка тоже, когда только она живет отдельно. С ним сын живет. Уже пошло по семье, значит, есть, правильно, женщина, дочь, сын. Давай, Лариса. Если я буду рассказывать, то долго так родилась, выросла, работаю воспитательным. Все. Молодец. Скажи, какая была девичья фамилия? Пленневая. А, ну да. Дальше где жила? Ленина. Ленина, про Селень. Ленина, про Селень. Понятно. Первая школа. Так, сначала в общежитии. Вот я говорила, где теперь техникум. Сейчас вообще, конечно, не знаю. А в каком году? Да, человек, все шучка. Да, шучка я. Конечно. Только вот я только сейчас узнала. Конечно. Ой, еще раз. Я только сейчас узнала, ведь ты же вот в этом доме семьдесят четвертый. Семь шестой. Семь шестой, семьдесят восемь. Он двойной. Да. Да, да, да. С того подъезда. Вот и я смотрела. Так что, ну что, потом после школы я поучила в инженерно-строительном московском институте. Поняла, что там надо знать очень хорошо мат трехэтажный. Я решила, что это меня не устроит. Приехала назад с Мегичао. Я приехал в Москву и забрал ее из Москвы. Сам брал. И с Мегичао. И 10 лет мы познакомились в 78-м, а поженились в 88-м. Да что ты врешь? Я ее держал, мне кому не давал. Я ее держал, да? Да, да. Успокойся. Так, в вашем доме есть эти, в вашу учили, да, Толик-Бородзим? Нефтьеведовщик. 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 Ну, это, то есть, пакет. Я ее сила. Закончила гидромет. Я не говорю, как раз этот дом. Станции, экологической группе. Все там приехала, а тут дефицит. Ясно. Гидрометовцы и все места сами. Понятно. И пошла я в ПЕД. И закончила я в ПЕД. И стала воспиталкой. Это ж Уйский ПЕД-то? Нет. Нашки, Нишинский. Нишинский. Хотя, правда, заканчивала я на учителя труда. Ну, там, специализация. Но места не было. А в детский сад пригласили. Ну, так все. И застряла. Лариса, без мата, да? Я бросила. Без мата. Потому что мест нет. Всю жизнь она училась в МИСИДУЗОВ. И в Ленинградский университет метеорологический. Сколько всего образования нет? Дети внушки. Если все сложить гуси, то я училась практически всю свою жизнь. Теперь она, вам скажу по секрету, она закончилась с сыном. Шморный университет московский вместе. Теперь у нас с дочкой. Нет, нет, она тоже училась или просто с сыном? Она же его писала. Диплом, это. Теперь она учится за дочку в медицинском. Я вам скажу, очень метеорология. Университет Ленинградский и Московский техникум. Метеорология и Московский и МИСИДУЗОВ. Зачем все это рассказывать? В общем, она мне все вместе учится. Вот такое нам у него не давали. Да. Мы могли заходить в школу, поступать без репетитора. Куда хотим. Да, и на работе презентацию детского сада делаю тоже я. Я вам по секрету скажу, как она поступила в Ленинградский университет метеорологии. Началась война, Карабах. Она подала документы после закончения железнодорожного Московского железнодорожного. Есть такое железнодорожное. Ну, город железнодорожный. Она закончила там тему. Какой большой. Она подает... С отвечаем. С отвечаем. Поэтому они приняли без экзаменов. Она подает заявление в Ленинградский университет. Не поверите, я прихожу с охоты, она мне говорит, меня приняли. А, мы не могли поехать, но начался Карабах, война. Она не могла поехать в Ленинградский экзамен. Я прихожу с охотной или с работников. Она говорит, а я поступила в Ленинградский университет. По телефону. Только можно по телефону. Они мне сказали, вы готовы к собеседованию по телефону? А она готовила. Фуар таки стоит. Я так говорю, ну давайте. А они мне когда сейчас спрашивают, я отвечаю, отвечаю. Они говорят, ладно, вы зачтите. Ну, вас зачислили. Зачислили. По телефону, пожалуйста. Свою автобиографию, пожалуй, лучше тебе. Так она и сказала, мне ничего. Молодец. Самое интересное, она рассказывала, она ему под это. А сейчас она рассказывает, а он ей. Да. Они друг дружку должны под это. Поддерживать. Собрали нам. Детей, в общем, дочка учится сейчас, работа в Москве. В медсанчасти ГУВД. ГУВД, МВД, МФСБ. Сын бестолковый, кончил университет, работает со мной вместе. Бестолковый кончил университет. Университет закончил. А он не хочет работать. Он не хочет ничего. Молодежь у нас, не знаю, как ваши дети. Танки, он не спит, он дошел к такой степени, но непрерывно. Ну, мы, что хотим сказать, что мы поженились очень годом. Представляете? У нас нет внуков. Да. У нас молодые дети. Ну, как молодые. Вот я смотрю, у вас у всех муки, у всех правы. А дочери 25. Нет, не у всех. А я самый старый, блин, а у меня не пристал. Мне дальше не надо еще. Какой ты самый старый? 30 лет женился, конечно. Нету мужа, внуков. Поздно, да? Она мне говорит, я институт закончил, а университет говорит. Не могу, говорит, его решить эти примеры, что я не знаю. Говорят, у нас самые молодые дети. А вот Оля сказала, у нее помоложе. Нет, мы с тобой с тобой с тобой с тобой с тобой с тобой. Телефончик, пожалуйста. Так. Дальше. Поздравляю тебя. Давай. Да, угроменная программа. Ко мне часто подходят. Молодцы, молодцы. Девичья моя фамилия Михайлова. Зовут меня, Людмила. У них челок приехали в 63-м году в октябре с родителями. Я тогда еще совсем маленькая была. Дали нам квартиру. Суд с Болгария, дом 55, дробь 1, квартира 50. Прям с нами вот так много. Да. В одном дворе жили, да. А Лена, у нас как раз вот дома вот так состоят. Значит, одна. Правда моя. Да, да. Мы жили в одном дворе с важного времени. Они на первом этаже. Вот, Люд, как раз я тебе и скажу. Помнишь, у нас... В последнем подъезде на четвертом этаже. Люда. Ну, хорошо. Крылевец, знаешь, Сарапула. Калина, сестра. Калина, это моя сестра родная. Старшая. Не помню. Ну, Крылевец Моябе ездил. Я знаю, я говорю, ее не помню. А они потому, что уехали раньше. Мы жили по Текстильщиково, а у нас вот в Болгарии наш дом вот так угол составлял. А вы через вот как раз тут помойка, вот эта дорога. И вы с этой стороны жили. Вы с Болгарией или как? А, вы вот так вот. Вот как раз наш вот этот вот квадратик. Напротив, сейчас больницы. Чернявскими в одном дворе. Да. Вот Чернявскими с ними в одном доме, а мы вот как раз здесь с собой. Сами Чернявскими жили в одном доме. Вот как раз они жили в нашем доме. Он во втором подъезде, мы в первом доме. Моисеевы в первом подъезде жили. Да, да. Так, а я говорю, Ольга, мы с Ольгой учились в параллельных классах. Нет, я просто говорю в разных подъездах. И в садик ходили тоже, и в школу. Потом кто еще? У нас садик как раз во дворе первом. Да, Мишаркин. А, в этот садик Мишаркин жили с нами тоже. В августе, в августе, в августе. А этот садик у нас стоял как раз посередине. Вот ихние дома, наши дома. Как раз вот садик как раз вот этот нас объединял. Толик Моисеев помер. Да. Сюда приехали, в 76-м закончила школу. В институт. Но ты приезжала туда к сестре, и мы время отбили, тебя видели. Я последний раз там была в 86-м году с сыном. Мы приезжали в 86-м. А так я каждый год приезжала. В 73-й, в 74-й, в 75-й, в 76-й. Потом в 78-м году. Он вернул и женились. Он, наверное, в 5-й этаж. Да, 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 да. Поэтому в 4-й этаж. И мы все время собирались в тюсетке. У нас Ахмед Афенди спускался, ребята. Атамчик. Да. Атамчик. А у нас в вашем... А в вашем же доме, только во втором подъезде, в среднем, на третьем этаже, жил мальчик Эльдар. Он моего возраста, он поменьше. Он еще все называли Аглы. Аглы спокойный был такой мальчик. Вот как раз этот Эльдар, вот Наташин брат. Вот поэтому и нашлись. Да он мне давно говорил, где-то в Фурмана, и у меня семья здесь родня. Вот мы нашлись. Мне кажется, они даже похожи. Вот. Он на маму похож. Да, что ты на маму похож? Все равно, что там есть. Вспомнила, да? Сразу вспомнила. Да, мы поехали. Мы ездили к Бородину, Саше, вот как-то знакомый. Бородин Саша, он сейчас живет в Майкопе. Мы каждый бы почти ездим сейчас. Закончила Ушинский пединститут, но по профессии не работала. Он учитель. Он живет рядом. Не получился, да? Не литература, нет. Не захотелось бы сидеть. Пошла работать просто. Я бы перед этим сидеть. А потом в 85-м году по комсомольской путевке у меня сейчас и пошла служить. В 22-м году там я служила. У нас приглашала. Ушла на пенсию в звание подполковника. Поздравляю. Вот, Лена тоже не сказала. Тоже подполковник таможенной. Я прапорщик, она, значит, не укомандователь. Я, видите, Лена Асокина. Кстати, Лена Асокина, подполковник таможенной. Серьезно? Да, тоже на пенсию шла. Так что у нас две женщины звали. И ты мной командовать будешь? Да. Дети, дети, дети. А мне это утаило. Самое интересное, мужики, где у полковники были? Я майор. Женщина. Я майор. Он на пенсию. Я забыл это. А, у нас оконечан здесь, по-моему. Я выпадаю дом на 50-й сборах в 79-м году. Я тебе только не сижу, работаю, и служил. Понял? Цель запасного. Цель запасного. Молодец. А где ты живешь? Цель на итогах. Я тоже хотела. Где ты сейчас живешь? В Марго. Там, 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 там. Нет, тут же недалеко. Да. Так. Дальше. Дальше. Девочки, ребята, мальчики, слушаем следующих. Последних. Нет, еще не последних. Две сестры. Еще я не говорила. А, да, а я что-то не... Воголовская, Ольга Евгеньевна, в Девичье. Воголовская. Сейчас. Закончила в 84-м году, в 14-ю школу. В первую школу я не ходила. Да, она сразу в 14-ю пошла. В 14-ю школу началась с нас. С первого класса пошла туда. А мы уже в пятый. Был первый Г у нас. В 18-м году. Вот. А в 10-м классе это был в 10-й Б. А Исмайловыми Грибовыми с вами учились? Нет. А у Владимира... А у Владимира... А у Сергея не с вами учились? Борисов Сергеев не с вами учились. Борисов Сергеев. Нет, он постарше, наверное. Нет, по-моему. Он постарше немножко. Нет, но он не с 48-го года. С 84-го года живу у Владимира. В Борисе, да. Наверное, да. Уже 30 лет. Века, по-моему, на 68-го года. А у Владимира? Само Владимира. А какой улице? Ой, жила и на Тракторной. Жила на Сузырском проспекте. Я живу на Хатьяново. Ну... Новый микрорайон. Вот он и думает, приезжал мне. Я в Вологибире 21 год, но в Владимирской области прожила. Вот, да. Владимир, я не знаю, я все знаю. Замужем сыну 22 года. Тоже лоботряс. Учиться не хотим. Работает бармаш? У меня двое сыновей, и никто не на так же все работает. Нормальные дети. Ну, вот, конечно. Не то, что они все такие. Все такие, да. Поздравляю. Вы по-своему считаете. Правда, один сын. И в семье то? Не то, что у моей сестры. Давай, Марин. Я контролер УТК. Всю жизнь проработал. Железка. На заводе? На железной дороге? Нет. Железками, я говорю, работаю. А, я думал, на железной дороге. У меня тоже сын любит железо. Прямо вообще. Из него ваяют что угодно. Ну, я Волголовская Марина, девичья, по мужу Чернеева. Родила в 64-м. Родила в Ячуге. В Ячуге. В 65-м родители переехали в Ячугу. Жили мы на Ленина 76, квартира 62. Окончила 8 классов, приехала в Иваново. Окончила там было училище. Немножко проработала, вышла замуж. Четверо детей, трое внуков. Поздравляем. Очень даже, очень даже. Молодец. Трое завтра, дочь, дочь, сын, женатый. Трое детей все живут. У Владимира родился сам. А живете сейчас где? В деревне есть, недалеко, 26 километров. Какой деревне? Балахон. Раз. Балахон. Первый раз. Балахон. Балахон. И здоровья, ярославль. А вот к нему. А я там был, я такой не слышал. Я был. Ну, черная здавая, знаете там? Да нет, ну не там. Она просто вам сказала, дорога большая идет туда. Нет. У нас идет разница Тикого. Я на Ярославль. Это ж норма Кострома есть. Ну, не на Рославль. У нас лезет. Вон, да, через, через, через чего ездит. Все советуют там. Последняя я осталась. Ну, через ядрак, через ядрак Кострома. Осталась одна у нас. Да. Да. Снимай. А про меня не обязательно. Мне это... Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Давайте, да. Да, 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 да. Что нажимать-то? Никуда, оно так и идет. Да, ну, давайте. Да, да. Я не мешаю. Так. Наверное, так и сбоку не видно будет. Я буду девочкам рассказывать и себе. Ничего. В общем, я Лиля Ахмедова в школе училась. Ну, и во дворе, как меня все помнят. Вышла замуж терпилка. Так, уже 32 года я терпилка. Школу закончила. После 8 класса я уехала. Значит, это был 78-й год. Уехала на Украину. Отучилась на Украине. У меня мама заболела очень. Мне пришлось вернуться. Я уже поступила в Днепропетровский институт с одним экзаменом, с одной математикой, потому что там конкурс какой-то был. И кто с отличными оценками. В общем, не буду рассказывать про это все. Расскажу только... В общем, прошла, папа. Почему? Прошла. Я сразу все прошла. С одним экзаменом я поступила, но у меня мама заболела, и мне пришлось забрать и уехать. Но я потом надогнала все равно. В общем, у меня образование экономическое, индустриальное, педагогическое, легкой промышленности и культуры. Вы работаете, да. Легкая. 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 Всю жизнь учусь. В этом году я вышла на пенсию. Еще только вышла. Вот, 15 июля. Я уже с тобой. Уже с тобой. Вот, 15 июля только. Но я по вредности. Вредных особо раньше отпускают. Нет, а я без вредности. Нет, а я по вредности. Мне еще мало. Мне 51 только. Но я еще учусь. Я заканчиваю режиссерский факультет Орловского государственного института искусства и культуры. Мне пока... Я не ловлю на вас. Дальше. Значит, замуж вышла один раз. Как вышла, так и никак не зайду обратно. Все так и замужем, и замужем. У меня родила я 8 детей, но живых только трое. У меня дети умирали, потому что резус отрицательный. Но ничего с этим сделать нельзя. Получилась разница у детей по 5 лет. Старшей дочке 31. Она замужем 4. У меня 4 внука от старшей дочки. Второй сын 26 лет, он еще не женат. Он остался все еще впереди, ты еще этих нанянчишь. Следующая дочка 21 год. У меня 2 внучки. От нее так, что у меня 6 внуков. Внуками всех обоих. И детьми тоже, говорят, Оля сказала, самые маленькие. Нет, у меня в роме своих детей еще трое приемных. Девочке 17 лет, учится в университете. Мальчику 15 сейчас закончил, 9 класс поступил в детство. И младшему ребенку у меня 5 лет. Переплюнула. Что-то ребенок в 6 лет. Все, младшему 5. Поздравляю. Старшему внуку уже 13. Тоже все родные. Муж у меня, правда, уже 8 год. Он инвалид после инсульта. Инвалид первой группы. У него была левосторонняя полная парализация. 4 месяца вообще без движения даже разговаривать не умел. Ну, снова подняла на ноги, научила разговаривать. Ходит со мной, помогает мне. Я работаю, значит, в данный момент, как мы сюда приехали, я сразу пошла в культуру. Переехали сюда в 2004 году. До этого жили в Орле. Вот почему я Орловский институт. И на экономисты я тоже там училась. И у меня мама похоронена в Орле. В общем, в институте мне говорят, почему не Москва, она ближе. Это у меня единственная возможность. Я два раза в году, как езжу на сессию в институт, я попадаю к маме на Мадониду. Только, наверное, из-за этого. Вот. Ну, что еще я могу сказать? Училась в культуру, когда пошла. А, с Мишкой Шиловым мы вместе пели «Ворфея». Родственники сейчас. А сейчас родственники он мне в ком, он у меня сынок крестил. Который живется на... Наташке Куликовской. И Куликовский тоже родственники. Мы крестили у Куликовских, у Оксанки. И это много детей, да? Они живут в Орле, они вместе с нами туда переехали. И они так в Орле и живут, в Куликовске. Так, ну, что еще я могу сказать? Могу сказать, что за время учебы в Орле интересный факт из жизни там. Мы, так как мы режиссеры, снимался фильм «Братаны». И мы общались с режиссером Канисевичем, делились опытом. И мне удалось, в общем, применять участие в съемках. «Братаны 3», 16-я серия, «Финал». Там вы меня можете увидеть. В интернете надо посмотреть. Есть, есть в интернете фотографии такого «Братаны». Я смотрел. Классно. Интересно даже очень. Вот. Еще какой факт интересный. Что еще нужно такого интересного? Здесь, наверное, долго будет, но вы не понимаете. Долго-долго рассказываю. Значит, доработалась я начала. Сюда переехали в 2004-м. Начала с должности методиста в культуре. Дошла до должности директора культурно-спортивного комплекса. Культурно-досугового комплекса. Вот. Проработала полтора года директором. Поняла, что это... Но это не для меня, потому что я забросила детей. Я работаю сразу на... И в Доме детского творчества веду театральную студию и вокальную студию. Вокальный кружок занимаюсь с ребятами. Молодец. Это уже интересно, да? Да. Вот. И сейчас я перешла работать в старой Вичике. По соло. Работаю художественным руководителем в клубе. В общем, и веду пять кружков. У меня две театральных и три вокальных. Ну, и вокальное соло, эстрадный вокал, кстати. Если кто хочет попеть, пожалуйста, вместе. Я даже дорогу изучил. От Курмана до Вичуги. Кто-то с тобой, это мне пришло. Я ее карпу взял, смотрел, смотрел, нашел. То есть вышла на пенсию, но работать я буду все равно продолжать. Так что у меня две работы. А сейчас устраиваюсь, приглашаю на третью, потому что просто жалко отказать. Мои дети, которые у меня занимаются, ходят, у нас не стала учительница в музыке и зовут в школу. Сказали, ну, составим тебе график, как, уже даем только три класса. Один день в неделю. В общем, буду работать на третью, еще учительница. Зачем? Ну, возьми еще одну. Ну, вот. Работу. Работу взяла, у меня получила. Еще одну. Раз, два, три. Зачем? На пенсии. Три работы. Учитель, получитель. У нас, зачем? Хорошо, конечно, конечно. У нас последний человек выступает. Сейчас начнем. А, 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 сказали, еще не все давайте. Вот Наташа правильно сказала, что не все еще сказала. Ребята, вот я только покажу и при вас отдам, потому что я пообещала отдать. Вот, я в детстве, в молодости писала стихи. Вот у меня книжечка моя. Вот. Пока она у меня в одном экземпляре, я обещала Наташе подарить, потому что я ее дарю Наташе. Если кто-то захочет, ради Бога, всегда пожалуйста. Наташа, я тебя сейчас отговорю. Вот, нет, я ее спешу, это Наташа только. Спасибо. Вот. А из своих стихов я могу прочитать одно из последних. И думаю, что, наверное, к нам, ко всем, оно в данный момент подойдет. Уверена, возраст нисколько не красит. Морщинки у глаз, седина у виска. Но в этих морщинках, как в лучках счастья, скрывается вера, любовь, красота. Вглядитесь в доболи знакомые лица. А ну-ка, дружище, тряхнем стариной. Ведь это когда-то должно повториться. Неужто любовь обошла стороной? Ты стоя у зеркала снова скучаешь. Глядишь на детишек любви не тая. Надеешься, веришь и вдруг замечаешь. Гляди-ка, у сына походка твоя. А дочка проказница, копия мамы. Распахнуты в мир голубые озорные глаза. А взгляд, поворот головы тот же самый. У зеркала скачет опять ягоза. И тут понимаешь, что вот оно счастье. И детство от нас никуда не ушло. Оно повторяется в детях и внуках. И вновь на душе у тебя хорошо. Ведь это не дочка, а я в институте. Не дочка, а я собралась под венец. А если твой сын принимает присягу, То плятву дает вместе с сыном отец. Пусть все повторяется снова и снова. И пусть над землей протекают века. Пока они живы, я верить готовлю. Не высохнет, нет в моей жизни река. Браво, браво, молодец. Да, она будет за девочку. Она вообще из-за нашего вот этого замечательного собрания. Да, она именно была инициатором этого всего. За эту мужественную женщину. Такая вот непростая судьба. Вот. Но я думаю, что детки всегда тебе будут благодарны за твое... Дети бедные, только единственное, что сказали, Из-за тебя приходится нам тоже учиться. У дочки уже образование тоже она закончила торговое, Закончила легкой промышленности, И сейчас учится в культуре. Вот так. Давайте, девочки, выпьем дарилечку, молодец. Далипайте, мочишки. Нет, за всех, за всех. Нет, ну вот за первую зиму, да. И я думаю, тоже так сказать, Ведь кто дал нам силу? Я думаю, что она в тазах. Красота. Я боялась. Я боялась, что ли, когда учились, Я с начала была ручкой. Очень красиво даже. Так искренне, прямо все. И я думаю, ну как же я справлюсь? Я боялась, что я исправлялась. Да. Вот начиная оттуда, И все время делая, ну все, у меня не получится, Дай попробуй. За все про вас, и все получалось. Да, я буду, чтобы выгодалась. Чтобы сюда все выключила. Да. Мы девчонки. Мы девчонки. Держимся, все, выжечь. Выключить как? Он стоит сам по себе. Субтитры сделал DimaTorzok